Детских карт много, а самое выгодное – одна. Бесплатная детская карта Альфа-Банка. С ней дети получают до 7 тысяч рублей кэшбэком за покупки и деньгами в играх. Не по-детски выгодно, альфа выгодно. Всем огромный-огромный привет, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители, любимые подписчики. Я вас всех очень рада видеть у нас в гостях на нашем канале. Сегодня как раз я хотела вам показать и рассказать, почему же мы ездили в Узбекистан с мужем, почему я вернулась одна, а он еще там остался. Также вам покажу, что я успела там вам поснимать. Конечно, там атмосфера невозможная. Она красивая, вкусная и такая, знаете, теплая, потому что страна сама по себе такая жаркая. Я вам немножко так приоткрою занавеску, как и говорится. Поснимала таких вкусных кадров, поснимала вам всего самого интересного, ну, что я смогла увидеть за эти несколько дней. Мы туда-обратно долетели прекрасно. Андрюша вел себя хорошо. Ну, в общем, это все в видео вам расскажу. В общем, оставайтесь с нами, конечно же. Приступайте к просмотру, наливайте себе чай, берите фруктики или просто водичку, как я, например. Я ни чай, ни кофе не пью, а просто пью воду. Андрюшку положила, он там играется. В общем, друзья, приступайте к просмотру. Ох уж эти домашние задания. Вроде только учеба началась, а все уже устали. Я помогаю детям делать домашку. Считаю очень важным помогать и самим объяснять, если ребенок что-то не понимает. Но с математикой седьмого класса эти алгебры и геометрия просто я не могу. Объяснять тему уже сложно. А заниматься с репетитором получается как-то накладно. Но мы нашли просто, я считаю, спасение для детей и родителей. Помните, я вам уже рассказывала про сотку. Там занималась Полина и готовилась очень успешно к ОГЭ. Это одна из лидирующих онлайн-школ подготовки к экзаменам, а также дополнительному образованию. Так вот, в сотке можно обучаться сложнейшей математике средней школы в подписке всего за 4000 рублей в месяц. Все обучение проходит на современной образовательной платформе, а сами занятия в полуигровом формате. По-моему, это самый удобный способ изучения школьной программы для нового поколения. Заниматься здесь уж точно не скучно. В сотке ребенок никогда не остается с учебой один на один. Персональные помощники помогают решить любые вопросы, а онлайн-наставники помогают с домашним заданием. Хочу отметить, что при покупке программы обучения по математике сотка дарит от одного до трех предметов школьной программы. За дополнительные предметы ничего доплачивать не нужно. И еще в подарок занятия по шахматам и программированию. По-моему, очень выгодно. Переходите по ссылке в описании, чтобы получить бесплатный пробный урок по математике или обсудить интересующие вас вопросы с командой онлайн-школы сотка. А по моему промокоду Кантимировы вы получаете дополнительную скидку в 8% при оплате обучения. Так что, друзья, переходите. Сейчас по ходу своего рассказа буду вам вставлять кадры. Кадры вкусной еды, красивых мест и всего остального. Конечно же, не обошлось без шоппинга, куда без него. Мы с Полиной зашли в разные магазины, посмотрели там все, померили что-то, что-то купили. Полина очень хотела себе сумку, купили в Заре сумку. Здесь же у нас нет ее, понимаете. Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше магазинов у нас здесь, но вот там мы дорвались до них и все там посмотрели. Единственное, что зашла там в Next, очень оказалось дорого. Все реально прям дороже, чем, допустим, в Беларуси. Поэтому мы там ничего не купили. Купила что-то в Duty Free. Купила, например, себе духи, которых нету здесь. Купила там их по очень выгодной цене и прям была счастлива от этого. Так вот, поехали мы туда изначально с мужем просто так развеяться. Кто не знает, у меня муж, у него раньше было гражданство Узбекистан. Хотя он родился и рос в России на то время, но тем не менее, в СССР, тем не менее, гражданство он получал в Узбекистане. И потом мы получали его в России, потому что у него папа, у мамы, у всех российских гражданцев, короче говоря. И поэтому ему быстро все это удалось. Вот. И когда мы туда приехали, мы его сделали. И возникли еще ряд обстоятельств, которые нужно было доделать в связи с получением нового паспорта. И поэтому он сейчас нам остался доделывать свои документы. А мы вот приехали. Три дня мы там были. Погуляли, походили, поотдыхали. В общем, с Андрюшей нашим особо не отдохнешь, оказалось. Потому что он все время на руках, все время ему то и жарко, то еще что-то. Он очень, видимо, как зависим от климата. Ему этот климат очень был тяжелый, потому что там все-таки немножко жарче, чем у нас. Вот. Все, что могла, выкладывала вам в Телеграм, чтобы вам тоже было интересно, чтобы вам было познавательно. Встретились там с родственниками. У мужа там есть сестра с мужем, с двумя детками. Есть брат, который к нам приезжал со своей семьей на тот Новый год. В общем, провели время хорошо. Погуляли по разным местам в Ташкенте. И вы знаете, я поняла, что... Вообще, это такая страна очень интересная. Потому что вроде бы у нас какие-то вещи, они само собой разумеющие. Там такого нету. Там вообще все по-другому. Очень интересно было поесть плов. У них есть пловная прям такая, пять казанов, кажется, называется или шесть казанов, что-то такое. И там готовят много-много-много плова в разных казанах. И я уже показывала, когда мы в прошлый раз ездили туда, в Узбекистан. Вот. Там мы поели плов. Потом мы еще съездили в другое пловное место, тоже интересное. Там он в два раза дешевле, но вкуснее. В общем, много где были, шашлык ели. И вообще, мне кажется, когда туда приезжаешь, такой прям наедаешься, что ли, мясо там, всего такого. И это, кстати, на русские деньги вообще недорого. Я люблю баранину. И мы ели плов из баранины. Это вообще просто, просто невозможно вкусно. Это вообще... Я мужу говорю, ты когда поешь обратно, ты обязательно нам привези плова, прям целую коробку. Привези нам лепешек, шашлыка. И еще нашла там очень вкусную кондитерскую. Кстати, кто в Узбекистане живет в Ташкенте и не знает о ней. Это кондитерское кафе «София». В общем, тоже там очень красиво. Ну, вот мы нашли кафе, где есть также еще как ресторанчик на втором этаже. Вообще, обычно это такое одноэтажное кафе, где просто можно поесть булочки и попить там чай, кофе. А мы нашли такое, где можно еще покушать. В общем, очень красиво там все такое. И такой интерьер, такая обстановка спокойная, знаете. То есть, вот если ты хочешь поесть плова, то это идти в пловную. Там все сидят, ложками наяривают. И такое как без музыки, без антуража, без всего такого. Просто вот как столовка. А тут прям, знаете, такое атмосферное место. Это очень душевное, очень красивое. И мне прям приятно стало. Там побыли, покушали тоже. Вот, заходили в магазин. У них магазин есть супермаркет «Корзинка». Я у нас его не видела. Говорят, что в России тоже есть. Но я не видела. Я решила показать вам немножко этот магазин. Ну, в принципе, ничего необычного, как мы привыкли ходить по большим магазинам. Да, типа «Глобусы», «Ленты», там «Ашана», «Окея». Вот, такой же магазин, но цены тут удивительные. Потому что у них все в суммах. И стоит все тысячами. Друзья, да-да, это вот не просто 139 там сумм, а 139 тысяч. Молоко, там еще что-то. Это все цены. Вот первая цифра – это, ну, как бы, допустим, вон «Кола» 9 сумм. Она 9 тысяч стоит. Или, там, вот, видите, цены 8. 8 тысяч, представляете? Вот такие цены, конечно, это так непривычно, потому что мы-то привыкли, ну, к другим, да, измерениям. Даже если брать какой-нибудь, там, я не знаю, доллар или евро, то это все равно, ну, как-то сподручнее переводить. А тут получается 15 тысяч, 29, 12. Представляете, сметана 17 тысяч стоит, ну, или, там, вот, 13. В общем, вот такие цены, в принципе, если переводить на наши рубли, ну, ну, где-то плюс-минус такие же. Что-то у них очень дорого. Например, мясо, сахар у них дорого. Масло сливочное тоже дорогое. Хотя вот молочные продукции я увидела очень много, именно их производство. Масло подсолнечное 14 тысяч стоит. Ну, примерно цены одинаковые. Там очень большой выбор продуктов всяких разных. И знаете, что мы там нашли среди всех продуктов? Мы там нашли сыр Альтермани. Я его раньше заказывала из Финляндии. Раньше сама вообще занималась перепродажей его. Но пришло время, когда очень тяжело его оттуда возить. И в итоге, я когда увидела его там, на прилавках, и по такой смешной цене, я думаю, надо брать просто. Что-то 250 рублей, и вот такая головочка 250 грамм. То есть килограмм 1000 рублей. Вообще прекрасно. Потому что сыр очень вкусный, и мы его брали практически всегда. Я всегда занималась этим сыром, потому что дети любят. Это кальций. Он безлактозный, вообще прекрасно. В общем, я люблю этот сыр. И поэтому, когда я его увидела, муж говорит, надо набрать побольше и привези домой. В общем, привезет он нам домой его. Будем его кушать. Вот. Также я заказываю, как я уже сказала, в Финляндии этот сыр тоже очень нравится. Вот. Детских карт много. А самое выгодное – одна. Бесплатная детская карта Альфа-банка. С ней дети получают до 7 тысяч рублей. Кэшбэком за покупки и деньгами в играх. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. А это, друзья, я решила вам показать. Увидели на улице, гуляли там по площади. Турецкое мороженое. Очень вкусное. Самое-самое натуральное. Ну, если можно так сказать, конечно. Потому что туда идет, вот, например, банан, нутелла кто-то брал там. Туда идет банан, нутелла. Идет молоко со сливками. И все. И вот это все просто экспресс-заморозка какая-то происходит. Он вот так это все размазывает. Это замораживается. И потом вот в такие рулетики он сворачивает. Выкладывает на, там, в стаканчик, если с собой. Или на тарелку, если на месте будете кушать. Очень вкусно. Просто, я не знаю, я не видела такого в Москве. Хотя этот парень сказал, что в Москве такое есть. Но оно не где-то, ну, такое стоит. А это мороженое, я имею в виду. А с выездом. То есть, можно заказать и к тебе приедут там на мероприятие и сделают вот такое мороженое. Мне кажется, было бы супер просто интересно. Мы выбрали, там много разных вкусов. Было шоколадное, какой-то там еще. Мы выбрали, в общем, с малиной, с клубникой и вот молоко сливки. Такое ягодное, как у них называется. Еще можно было взять цитрусов, еще какой-то. В общем, решила прям вам отснять от и до. Смотрите, какие ягоды. Кстати, малина у них недорогая. Потому что вот Костина сестра покупала малину, делала в аренде. И вообще у нее получилось недорого. То есть, на наши деньги это что-то около было 200 рублей, что ли, за килограмм. Ну, в принципе, нормальная цена для малины. Вот смотрите, он малину эту берет, вот так вот мнет ее, чтобы она такая была прям без комочков. Очень интересно, на самом деле, парень сам, который делает это, он это делает очень быстро. Потому что я потом еще увидела, ну, похожее что-то, но они, видимо, еще не доработали, как этот. У него прям все схвачено, все под рукой, все раз-раз-раз-раз. Он быстро-быстро делает. Очень вообще общительный человек. Нам все рассказал, дал все попробовать. Вообще классно. Много, конечно, всего, что можно было бы еще посмотреть. Вот муж там остался. Я ему говорю, сходи туда, сходи сюда. Вот это попробуй обязательно, вот это. Мне, кстати, сестра его предлагала попробовать еще какие-то их блюда с кониной, там еще с чем-то. Но я такое, в общем-то, особо не ем. Поэтому я говорю, мне что-то надо посвежее. Ну, такое типа фреша какого-то. Вот ягоды там, фрукты. Дыни, арбузы. Вот это я бы с удовольствием, конечно, еще бы, еще бы поела, поела прям побольше. Смотрите, заливает он это все молоком со сливками. Прям свежие-свежие, очень вкусные. Я прям когда смотрела, мне уже хотелось. Даже я бы вот так, наверное, съела, без всякой заморозки. Хотя вот этот поддон, представляете, вот на чем он это все делает. Он очень быстро замораживает, прям в момент, видите, уже кусочки есть там замороженного. И, ну, в общем, классно это все придумано. Не знаю, видели кто-то из вас это или не видели. Также мы еще что там посетили. Я очень хотела зайти в православную церковь, но мы уже, к сожалению, не успевали. Поэтому муж мой зайдет, сказал обязательно, все там посмотрит, потом мне все расскажет. Поснимает и расскажет. Также можно было посетить еще японский сад у них есть. Есть зоопарк еще, ботанический сад. Ну, я подумала, что, в принципе, это все плюс-минус у нас такое же. И вот в прошлый раз мы ездили в горы, было тоже очень интересно. Там немоверно красиво. Я не знаю, не передать словами. Там просто прекрасно, чудесно. Там отдыхаешь душой, глазами, ушами, всем, чем только можно. И это прям не передать ни через камеру, ни как. Поэтому в этот раз решили по городу погулять. Времени мало было, не хотелось много времени тратить на дорогу. В общем, наш десерт уже готов. Мы потом его попробовали. Ну, так вкусно, ребят, слушайте, это просто. Можно, кстати, дома попробовать сделать. Да, точно. Прямо перед самым отъездом мы зашли еще в одну пловную, поели плова, чтобы уже наверняка наесться. Вы знаете, мне кажется, этого плова можно есть бесконечно. Но вообще, на самом деле, Ташкент красивый город. И есть много мест, которые стоит посетить. Некоторые из них я вам показала, некоторые назвала. Также мы заезжали в Ташкент-Сити. Это такой торговый центр у них. Но там вокруг очень красивый парк. Такой в виде животных всяких там сделаны, такие как бы, как статуэтки, я не знаю. Дорога хорошая у них есть. Также пробки, как и у нас в Москве. Наверное, куда без этого. В принципе, все было хорошо. Костя нас проводил. И так было приятно. Знаете, такое расставание было, что ли, я не знаю. В общем, в самолете мы взяли еще одно место дополнительно, чтобы между нами с Полиной никто не сел. Там по три места, потому что идет. И вы знаете, не зря я это сделала, потому что полет длинный, четыре с половиной часа. И Андрюша, конечно, очень уставал. Ему надо было где-то прилечь, полежать. В общем, короче говоря, правильно я сделала, что взяла. И сейчас покажу, как мы его в итоге расположили, чтобы он поигрался. Там посидел немножко. Ну, не посидел, полежал. Видите, мы ему положили тут пледик, нам принесли. Положили пеленочку. Ну, вот так вот и лежал, игрался себе. У него, видите, куча там всяких банок у нас было с собой. Игрушки уже ему неинтересны. Он у нас мальчик такой активный. Ему что посмотреть, другое надо. В Москве нас встретили наши друзья. Огромное им за это спасибо. Просто огромнейшее, потому что с рюкзаками, с сумками, с коляской очень сложно было бы мне искать такси. Где-то там все это складывать, раскладывать. А когда встречают близкие люди, очень это приятно, в общем-то. И дальше у нас дома был очень классный праздник, грандиозный. Я вас приглашаю на него. А еще, дорогие мои друзья, у нас был праздник. Был день рождения нашего замечательного, нашего спортивного Лукасика. Ему исполнилось 7 лет. И представляете, ему на день рождения прислали вот такие вот два тортика от магазина Ларри Дуд. Потому что у них тоже был праздник. 10 лет дизайну. И вы знаете, они решили как бы с нами разделить эту радость. У нас получился двойной такой праздник. И мы получили вот такие вкусные тортики. Знаете, хочу сказать немного про этот магазин Ларри Дуд. Я его всегда вам рассказываю, о нем показываю его. И очень много, конечно, всего душевного и красивого я успела как бы почерпнуть из этого магазина. Сегодня на Лукасин день рождения. Да, Лука? Да. Все тебя поздравили уже? Смотрите, какая красота просто нереальная. Да, Маша? Маша не терпится побыстрее попробовать. Мы уже один кусочек отрезали. Хотим скорее, конечно, попробовать. Он с ягодной начинкой, такой слоененький. Очень, очень нежный. С днем рождения, Лука! С днем рождения, Лука! С днем рождения, поздравляем! С днем рождения, Лука! Давай, Лука, сейчас дуй свечки. Дай! Еще, Лука! Ну, еще! Да! Ну и хотел еще сказать всем, кто переживал, что мы Луку не отправили еще в школу, хоть ему и 7 лет исполнилось. Вы знаете, мы как родители решили еще немножко подождать. То есть вот ему годик дали, чтобы он окреп, чтобы он и физически, и морально, и психологически был готов. Вот, а также хочу отметить, что вся красота, которая нас окружает в этой квартире и создает определенный уют, это все благодаря магазину Ларри Дуд. Посмотрите, какая красивая посуда, какие салфеточки, скатерти. Все это, конечно же, мы брали оттуда. И очень важно, конечно же, окружать себя красотой и радоваться простым вещам, понимаете? В честь дня рождения у магазина Ларри Дуд дополнительная скидка, поэтому переходите и радуйте себя тоже. Вот, в принципе, поездка была такая маленькая, но очень емкая для меня, потому что очень много чего узнала интересного. Ну, просто элементарно о каких-то вещах, которые там приняты, у нас здесь такого даже нету. И мне было это все интересно. Что касается гостиниц, отеля, не стала там даже ничего снимать, потому что отель у нас был самый такой простой, ну, как там они все такие отели. Единственное, что меня расстроило, что это матрас жесткий. Он прям жесткий, как вот деревяшка, вот прям реально, ребят. Может быть, есть какие-то там отели. И главное, я заранее спросила, я помню в нашу поездку прошлого, что у нас такая же была штука. И я заранее спросила, там матрас у вас мягкий или жесткий? Мне написали, очень мягкий. В итоге мы приехали, так и садимся, бум, так, знаете, как будто вот сел на дерево. Нет, вообще не мягкий. Ну, в общем, мы все равно там остались. Завтраки там были хорошие, вкусные. И, вы знаете, вообще, в принципе, поездкой мы остались довольны. До последнего думала, что поедем с мужем обратно, но поскольку возникли трудности по документам, которые потянули за собой его остаться, в общем, он приедет еще где-то дня через 4, вот так вот, через 5, наверное, когда все там доделает, и все будет у него хорошо. Так что вот, будем, друзья, его ждать. Конечно, немаловажно было для нас, с кем мы оставим детей, кто же может подменить нас, родителей. И это, конечно же, наша просто незаменимая наша няня, помощница. Вообще, она нам уже как бабушка, еще раз повторюсь, потому что она может все, она знает детей. И с ней, когда оставляешь, всегда все спокойно и хорошо. Вот. Многие, конечно, в Телеграме написали, что как вы могли бросить детей, оставить туда-сюда. Я бы никогда в жизни чужим людям не оставила. Вы знаете, если есть люди, которые тебе как родные, которым ты доверяешь даже больше, чем родным, то почему бы не оставить? Это первое. Второе, мне кажется, вообще это, ну, как бы, личное решение, да? То есть мы с мужем вот так решили, и, ну, как бы, на то были обстоятельства, обстоятельства, и поэтому мы вот так решили сделать. Детки нас спокойно отпустили. Лука с Федей ездили на занятия. Там при садике есть занятия у них. Они каждый день туда ездили. Мы нашли человека, который их возил туда-обратно, чтобы няне тоже немножко разгрузить ее. Она оставалась с Машенькой. И, в общем, все было прекрасно. Буквально три дня, и мы дома. Поэтому те, кто переживал, не переживайте, все нормально, все хорошо. Хорошо. Полина с нами ездила, как, знаете, ей надо было, как сказать, перезагрузиться. И я ее очень поняла, потому что она перешла в другую школу, в медицинский класс. И ей вообще все это в диковинку, в новинку. Ей очень, как бы, тяжело дался этот переход. И я решила немножко ее переключить, можно сказать, эмоционально. И вообще, чтобы она так перезагрузилась. И поэтому взяла ее с собой. Три дня погоды, в принципе, в школе не сделают. Но зато она вернулась с такими впечатлениями хорошими. Она такая вся на позитиве. В общем, я думаю, что все у нее теперь будет нормально. И будем дальше ждать нашего папочку, когда он вернется. Ну, а я с вами, дорогие мои друзья, буду уже прощаться. Очень была рада с вами этим поделиться. Надеюсь, что вам было это всем интересно. Кому-то открыло что-то новое и познавательное. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в Телеграме. И буду вас всех там очень рада видеть.